МАКСИМ МАЗИ МАКСИМ МАЗИ 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 Сейчас я вам расскажу о тех случаях, когда учителя пишут самые упоротые записи в школьных тетрадях и дневниках. Давайте посмотрим. Ух, сколько тут-то, а? Так, ну тут и четверки есть, конечно же. Пятерка есть. Это очень хорошо. Но есть иногда такие случаи, когда все происходит ровно наоборот. Итак, вначале мы поговорим о тех случаях, когда ученики, школьники очень сильно оплошали, опозорились, а учителя написали им очень упоротую запись. Либо сами же школьники совершили какую-нибудь упортость в тетради или в дневнике. Давайте посмотрим. 11 сентября. Сочинение. Как я провел это лето? Твиттер, сериалы и еда. Хэштег, я все сказал. И все что ли? За это точно можно двойку поставить. Профессия учитель. Очень увлекательная. Полдня сидишь и учишь детей, а после уроков идешь на планерку, заполняешь журнал. А если ученики очень вредные, то портятся нервы. Если я был бы учителем, я бы застрелился. Это очень хороший сарказм, не правда ли? Объясните, в чем преимущество полового размножения по сравнению с бесполым? Удовольствием? Вы, наверное, думаете о том же, о чем и я. Контрольная работа не удалась. Ага, два. Физика. Вывод вполне очевидный. Эта лабораторная работа была очень сложной. Как называются жители этих стран? Похоже, что гордое название люди могут носить только россияне. 12 октября. Решил в уме. Молодец, два. Где рис? Нет риса. По-моему, логично, не так ли? Нарисуйте клетку растений и обозначьте ее элементы. Боже мой, какое сложное задание. Проще сделать вот так. Нарисовать решетки на окнах. Ниндзя защитит эту работу от оценки ниже 5. Оу, боюсь, боюсь. Но все-таки 5 учитель поставил. Как бы Колумбия могла решить проблему партизанской войны? Ну, если и целая страна не смогла ее решить, как могу я? Да, я думаю, что смелая. Чтобы перевести сантиметры в метры, нужно убрать сантиметры. По-моему, логично. Тогда, если перевести 10 сантиметров и убрать сантиметры получится 10 метров? Вот тогда какая математика. В какой битве погиб Наполеон? В последней. Где была подписана декларация независимости США? Внизу страницы. Какова главная причина развода? Брак. Что вы не будете есть на завтрак? Обед и ужин. Что выглядит так же, как половина яблока? Вторая половина яблока. Каким станет брошенным в синее море красный камень? Мокрым. Как прожить 8 дней без сна? Спать по ночам. В одной руке у вас 3 яблока и 4 апельсина, а в другой 4 яблока и 3 апельсина. Что у вас в итоге? Очень большие руки. Как бросить сырое яйцо на бетонный пол, не разбив его? Как угодно бетон сложно разбить. Продолжите фразу. Терпение и трудность – это то, за что я люблю свою маму. Кол. Но учитель поставил плюсик за находчивость. Очень находчивый ученик оказался. Что иллюстрирует эта картинка? Бессередичность жирафа. А может быть всё-таки калиболизм, судя по скелетам и третьей картинке? Миранда ничего не видит, когда смотрит в микроскоп. Как вы думаете, почему? Она слепая. Неплохая попытка. И правда. Тест. У Боба было 36 шоколадок. Он съел 29. Что у него осталось? Диабет. Сейчас у Боба диабет. Эх, вызывайте ему врача. Найдите Икс. Ну, очень легко. Вот он. Эх, вот бы всегда были бы задачки такие лёгкие. Правда, по хорошую оценку вряд ли за это поставят. Внимание, если вам покажется, что я наделал ошибок, возможно, вас переубедит вот этот жираф. Сработало. Один с плюсиком. Ну, хотя бы плюсик поставили. Хотя всё равно это очень мало. В вазе лежало 6 апельсинов. Сколько апельсинов взяла Юля, если в вазе остался один апельсин для бабушки и столько же для дедушки? Ответ. 4 апельсина Юля сожрала. Похоже, что она была очень голодна. В столовую бежит. Всегда первым. Ну и молодец. Ничего плохого в этом нет. Бабушка. Ну что ж. Я согласен. Уважаемые родители, подстригите своего сына. Хочется посмотреть ему в глаза. Скидываемся по 5000 рублей на новые компьютеры. Блядь. Моя дочь во втором классе учится. У неё нет информатики. Пошли вы все в жопу. А вот это уже респект отцу или маме. Так не честно. Первый день учёбы нельзя. И вообще, у меня завтра день рождения. Поздравляю. Два. Два. В виде подарка и цветочков. А вот это одна из попыток откупиться ученика. Вы думаете, здесь написано не работал? А нет. Тут же написано чётко. Он работал. Похоже, что учитель пишет разноцветными ручками. Ладно, это на самом деле сарказм. Вы думаете, три? А нет. Всё замечательно. Эть. Вот только почему-то разноцветными ручками. Сочинение Еожик. Ну ладно, не надо обращать внимание на грамматику. Жил-был ёжик. Он любил повеселиться, покататься, поваляться на траве. Всё лето он веселился, качался, валялся. Наступила осень. Он залез в своё дупло, лёг и сдох. Вот такой вот коротенький, но весёленький рассказ. Правда, у ученика очень неграмотный. А вот это моё любимое. Напишите слова во множественном числе. Муравей, муравьи. Соловей, солови. Перо перья. Сук, суки. Объяснительное. Я Никитин Дмитрий Алексеевич на уроке математики. Кинул пенал в директора. Я хотел кинуть в Одноклассника, но не попал. Восьмое сентября. Классная работа. Гениальные ошибки, не так ли? Двенадцатое сентября. Сочинение на тему, как я провёл лето. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Ну, двоечку поставить за это, конечно, не греет. Что нас ждёт после смерти? Так как я верю в Бога, То я думаю, что душа попадает либо в ад, либо в ад. Как видим, вариантов нету. Ученику, видимо, нужно чистить уши почаще. С глаз долой прочь от страха глаза велики. Дерьмо на глазу. Походу, как он слышал, так и писал. Домашняя работа номер 57. Лодинг. Этот лодинг не загрузится никогда, я вам гарантирую. Хэппи бёздэху, Светлана Юрьевна. От Жанны. Наверное, тут ошибка. А может быть, тут... Дело такое, что Светлана Юрьевна женщина одинокая. И такое поздравление будет в самое то. Где упражнение номер 349? Андрей, о чём ты думаешь? О девках. Ну, наверное, так же, как и я. 12.05.08 будет сделана прививка Манду. Наверное, родители будут против такой прививки. На уроке смотрела порнографический фильм. Обратите внимание на интересы вашей дочери. Но если смотрела девчонка, то какие претензии-то? Если бы это смотрел бы пацан, то тогда такое было бы написать не грех. Контрольная работа номер 2, второй вариант. Не ставьте двойку. Как скажешь. Поставим тебе единицу. Наверное, если бы этот ученик бы написал Не ставьте двойку и не ставьте колл. Тогда у учителя выбора бы не осталось. Объяснительная номер 11. Почему я ударил Диму? Дима показал мне факт на уроке английского языка. Потом начал надо мной смеяться. А я лишь его ударил. Это я еще проявил сдержанность. Это просто неуважение. Вот эта строгость у тебя в голове-то повысилась. Придумай и запиши словосочетание с данными. Грязноватая картошка, мыльный порошок, широкое полотно, заячий парш. Видимо, этот ученик в будущем станет охотником. А вот и любовное отношение. Андрей, я тебя люблю, но пока ты некрасивый, я тебя не буду любить. Оксана плюс Андрей сейчас нет. А вы, ты... Оксана, а ты уверена, что Андрею это понравится? Думаю, тебя ждет большая неудача. Обратите внимание на почерк. Я буду врачом. Ну, почерк учителя, на самом деле, мне кажется, тоже как у медика. А вот и рыночные отношения. Контрольная работа номер 17. Сколько стоит? Оценка 5. Подойди после урока. Показывал закон Ньютона, используя ученика и учебник. Ну, а как по-другому? По-моему, по-другому никак нельзя. Охотник с женой ходил по торговому центру, присел отдохнуть на лавочке. Где-то затрещали сучья, из магазина появился лось. Он устало вышел с покупками, вздохнул и остановился. Охотник залюбовался им. Он и не думал, что лоси ходят по магазинам. Да, я тоже об этом как-то не догадывался. Вот так дела. Объяснительная записка 8-й Б. Я Фёдоров Игорь, не я был в школе 11-го числа. Потому что я ходил с мамой в поликлинику, к нерву, патологу. А разве именно так пишется? Врач. Может быть это имя отчества у человека? Или всё-таки это ошибка? Написал на пол в туалете, описал Влада. Вот это ненормальное уже поведение-то я вам скажу. Или может быть ученик так сильно хотел в туалет, а вы, уважаемые учители, его не отпускали. Тогда ученику никакого выбора не оставалось, так что извините. Корней Чуковский, Майдадыр. Это сказка о мальчике, который не хотел мываться, и от него сбежали все вещи. Сгрязнули, никто играть не хотел. Меня удивило, что Майдадыр выскочил из маминой спальни, а не из ванной. Запиши решение и ответ задачи. Решение, я не знаю. Ответ, хзы. Хзы. Что? Что-что? Что такое хзы вы не знаете? По-моему, это одно из неприличных слов. Поведение 2. Лезла в трусы ученику 9 класса. Походу же, что девчонка решила уже поизучать половые вещи. Ну ладно, не будем об этом обсуждать. Вела себя как животное и грызла кости. А что делать, если вы долго на уроках оставляете учеников голодными? Или у вас столовая может быть закрыта, у чая школьники давно не ели. Видимо, выбора не остается. Кормите ребенка лучше. Жует цветы в кабинетах. А может быть, это надо не кормить ребенка лучше, а побольше цветов ему с собой в школу давать? Или кормить его цветами? Может быть, он любит зелень? Или растения? Наверняка они вкусные. Обсуждала блузку одноклассницы с матом. А зачем? На уроках воет. Но тоска на уроках жуткая, что с этим поделаешь? Опоздал и сел пить. Весь урок подбывал, не работал. Встречает учителя немецкого языка. Приветствуем. Хайль Гитлер! А вдруг у этого учителя усы, как у Гитлера? Учитель, пожалуйста, сбрей усики. Обращается к учителю. Эй, холоп! Уважаемый учитель, обращайтесь теперь к нему так же. Ушел в туалет, вернулся пьяный. Это как? Попросил закурить у учителя. Но он же вежливо попросил. Зачем ему замечание в дневник писать? Хотя, за то, что ученик курит, то это не грех. Пукнула на весь класс. Но это не новость. Зачем родителям знать об этом факте? Уважаемый учитель. Привел бомжа на урок. Ведь бомж-то неграмотный. Ученик хочет помочь ему. А вы ему замечание пишите. Подожгли кабинет. А вдруг это дезинфекция после бомжа? Снял носки на уроке и кидался в девочек. Ты, джентльмен, неудача, пацан. Абсолютно не знает Пушкина. Уважаемые родители, прошу познакомить. А как его познакомить-то с Пушкиным? Сначала надо отправиться в загробный мир и отыскать его там. Уважаемый Александр Сергеевич, знакомьтесь. Пришел на урок в одних трусах. А вдруг это был урок плавания? Ругается матом, колол иголкой от циркуля в одноклассников. Ну, это уже травмы можно нанести. Ученик, тебе заявление так писать будут. Давай-ка прекращай заниматься этим делом. Поведение 2. Ткнуло Кирилла в запрещенное место. Надеюсь, у Кирилла все в порядке. Вернее, с его запрещенным местом. Как вы думаете, что это за запрещенное место? Пишите в комментариях. Только не пишите при этом матерное слово. Играет в столовой в карты. Разве это нарушение? Подкладывал в сумки учителям чеснок. Уверял, что изгоняет из них демонов. Уважаемые учителя, ученики же вам делают доброе дело. А вы им пишите замечания. Уже в который раз. Хотя, как могли хранить в сумки демоны, я не знаю. Рожается, показывает непристойные знаки из пальцев. Бросает хлеб на пол. За хлеб можно, конечно, дать и по заднице. А вот за неприличный жест... Можно, наверное, тоже. Интересно, смогли бы ли вы определить, что написал ученик, если бы учитель, который написал красной ручкой, снизу не помог бы. Состязался в словесном поединке, не уступая преподавателю ни в чем. Словесный поединок, это же веселая игра. Нет калькулятора. Нет калькулятора. Как раз он весь урок сживал. Пост в скрипту. Не царское это дело дневник заполнять. А не слишком ли вы высокого о себе мнения, господин царь? Коммунистов на тебя нет, господин царь. Если вы считаете, что на это все, на такое чудо способны только школьники и ученики, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, и современные учителя также могут устроить цирк. Давайте взглянем и на такие случаи. А вот как выглядит почерк учителя общества знаний. Попробуйте что-нибудь разобрать тут. Нет домашнего задания. Заведите трать в клеточку. Что вы тут хотели? Учитель иностранного языка. Геометрия не разбирается. Полосочку от клеточки отлучить ему очень тяжело. Фермер продал 9 покупателям по 2 литра молока. Сколько всего литров он продал? 9 умножить на 2 равно 18 литров молока продал фермер. Оценка 3. Надо было 2 умножить на 9. У учителя этого, наверное, в голове своя математика или какое-то самодурство. Ты вообще писать умеешь? Нет, я же во втором классе. Учиться надо было писать в первом классе. Ничего странного не заметили? Уважаемый учитель, я вам задам встречный вопрос. А вы писать умеешь? Или умеешь пишется через ща? Не ставьте, Глебу прогулы уехал в Египет, папа. Когда я поеду в Египет? Учитель, а вас никто культурным манером не учил? Обозвал товарища писом. Каким писом? Что тут имелось в виду? За это штраф 50 рублей в бухгалтерию школы. Учитель, я так и не понял, каким писом? Ну ладно, вы наверняка знаете. Нет творческой работы? 5 Нет домашней работы? 5 Нет домашнего задания? 5 Подрался на перемене с Ивановым? 5 Веселился? 5 Уважаемые учителя, а вы случайно нашу страну с Германией не перепутали? По-моему, пятерку вместо двойки ставят только в Германии. Или вы не знаете, как пишется двойка? ИЗО рисовала на уроке 2 А разве урок к ИЗО предназначен не для этого? Как классному руководителю мне необходимо встретиться с вами в любое удобное для вас время 22 сентября в 16.30 Так все-таки в любое удобное для нас время или в 16.30? Объясните все-таки, пожалуйста. Объявление. Приезжаем в Краевический музей. 150 рублей. Сдаем 500 рублей. Похоже, что учитель этот баб ладой. О таком ученике мечтает каждая учительница. Я надеюсь, тут речь о интимности не идет? Не готов, увы, беда. Заленился навсегда. А учителя-то лифмоплеты бывают? А теперь вопрос. Учитель какого предмета пишет этим подчерком? Истории, общество знания или иностранного языка? Пишите в комментариях. То учитель оплошает, то школьник где-то ошибется. Всяко бывает. Но чтоб до таких случаев, это, как ни странно, не редкость. Я сам даже удивлен таким случаем. Надеюсь, вы откровенно посмеялись над этим. И также задумались о своем будущем. О своей школьной жизни. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вступайте в сообщество ВКонтакте. Подписывайтесь на запасной канал Глуб Мадзе. Я не настаиваю, конечно. Всем пока. С вами был Максим Мадзе. Субтитры сделал DimaTorzok